Девушки отдыхают Здравствуйте! В прямом эфире на канале Эфир 24 программа «Жилищно-коммунальные советы». Советы по хозяйству, по строительству, но и в сфере ЖКХ. Любые вопросы, которые у вас возникают, вы можете задать нам. В студии Тимофей Вагнер и Гульнас Мениханова. Здравствуйте! Итак, сегодня мы решили поднять тему, которая действительно волнует, мне кажется, каждого. Как говорил Булгаков, их испортил жилищный вопрос. Тема, которую сегодня мы поднимаем, так называемый «Квартирный вопрос». Все вопросы, которые связаны с жильем, как получить жилье, какие программы существуют, вступили вы в какую-то программу или как это сделать, в общем, можете все это задавать. По телефону 511-99-66. Это телефон прямого эфира. Любые вопросы, которые у вас возникают, звоните, и мы постараемся вам посоветовать что-нибудь полезное. Ну, а сейчас начнем, наверное, с того вообще, что за программа у нас есть. У нас есть программа, очень программа большое множество. Республика Татарстан недавно подписала соглашение о жилье для российской семьи. Она будет действовать до 2017 года. И за три года планируется в республике построить полтора миллиона квадратных метров жилья. За сколько лет? За три года, до 2017 года. Уже строят или только начинают? Начинают строить с 2014 года по 2017. То есть это пилотный проект опять на нашей республике? В этом проекте участвуют 36 субъектов Российской Федерации, но республика Татарстан, она первая подписала соглашение. Поэтому можно сказать, что мы первые. Мы первые. Хорошо, про условия и про все остальное мы поговорим в процессе всей программы. Да. Если вам неудобно звонить, вы можете писать нам. Группа ВКонтакте 24 ЖКС. Ну и, естественно, телефон прямого эфира 511-99-66. Любой вопрос, который связан непосредственно с тем, как получить жилье. Мы спросили. Это логичный, естественный вопрос, потому что проблема глобальная. Спросили людей, провели небольшие интервью с людьми. Вопросов, естественно, у них было больше, чем у нас. Но, тем не менее, что они думают по поводу получения собственного жилья, мы сейчас посмотрим вместе с вами. Мы живем с родителями сейчас, свекровью. Хотелось бы свое жилье, конечно. Для молодых семей, вроде я. В газете читала про город. Там какая-то программа до 2017 года должна быть. Но пока конкретно ничего не написано. Хорошо. А сами бы вы хотели принять участие в этой программе? Ну, там в основном, так сказать, социальное жилье будет. А нам бы хотелось что-то получше. Мы живем семьей. Четыре человека. В коммунтной квартире. Вот у нас появился ребенок. Год три и три месяца нам. Конечно, хотим в будущем купить трехкомнатную квартиру, чтобы места было побольше. Больше про бюджетных. Для работников бюджетной сферы слышала. А для обычных, кто работает на других предприятиях коммерческих, не в курсе. Мы следим. Хотим, если для второго ребенка успеем, то материнский капитал нам поможет. Был бы большим плюсом. Итак, естественно, каждый думает по-своему. То, что мы увидели, это мнение наших жителей, наших горожан. Что касается квартирного вопроса, резонанс уже пошел. Давайте слушать ваши звонки, чтобы вас не держать долго. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Алло. Добрый день. Добрый. Вам приятных дней рабочих и предстоящих выходных. Я бы хотела знать, как может пенсионерка получить хотя бы однокомнатную квартиру вторичного жилья? Спасибо. Очень логичный вопрос. И, естественно, мы, когда готовились к программе, мы поднимали этот вопрос, потому что для молодых семей есть, а для пенсионеров выход. У нас есть выход. Я предлагаю обратиться в управление жилищной политики исполкома города Казань. Я думаю, они обязательно рассмотрят ваш вопрос. Ну, у нас много подпадает под программу. Людей не только молодых, имеется в виду, а те, которые заслужили чего-то, да? То есть это ветераны, раз. Ну, дети-сироты, конечно, они тоже могут получить сертификат на жилье. Многодетные семьи также могут получить сертификат на жилье и получить жилье в собственности. Ну, что касается пенсионеров, насколько я понимаю, то собственное жилье, то есть идет по условиям, ну, обычным, только скидочный вариант, по-моему, да, в банках? Да, возможно. Но это нужно уточнить в исполкоме города Казань в управлении жилищной политики. Хорошо. Теперь, что касается тех видео, которые мы увидели. Вот первая девушка, да. Я бы хотела остановиться по категориям граждан, которые могут получить жилье по программе «Жилье для российской семьи». Она говорила о материнском капитале. Действительно, обладая материнским капиталом, можно улучшить свои жилищные условия. Если семья обладает, имеет двух и более несовершеннолетних детей, они могут попасть под эту категорию. Люди, имеющие жилую площадь менее 18 квадратных метров на одного человека. Люди, проживающие в аварийном жилье, ветхом жилье, также могут попасть, но также люди могут на нее рассчитывать, если у них три и более несовершеннолетних ребенка. Хорошо. Сейчас тоже, мне кажется, будет логичный вопрос. Кстати, задавайте вопросы. 511-99-66, телефон прямого эфира. 18 квадратных метров на человека. Три человека в семье, они живут в 30 знаменитых, да, 36 квадратных метров. Возраст, все остальное. Как им обменять это жилье, им расширят это выкупить или вот как сам процесс, как происходит? Я немного не поняла на самом деле вопрос. Вы говорите, если у них есть уже жилье... Да, 36 квадратов. 36 квадратных метров. Но их три человека. 18 квадратов не получается на человека. То есть, что им делать с этой квартирой, однокомнатной, маленькой, вот хрущевкой знаменитой? Продают, и эта сумма будет стартовым взносом для участия в программе либо жилье для российской семьи, либо жилье горожанам. Есть такая программа, это программа муниципальная города Казань. В ней могут принять участие семьи, чьи возраст не выше 35 лет. Это городская программа? Это городская муниципальная программа. А федеральная программа, не важно, какой возраст? Жилье для российской семьи, да, там возраст не имеет значения. Только наличие детей? Наличие детей, либо проживание в аварийном ветхом жилье. Либо вот по 18 квадратам? Либо, да, по 18 квадратам. Хорошо. А еще вот девушка упомянула социальное жилье. И она говорит, ну как-то хотелось что-то получше. Это ирония или почему? Ну они на самом деле немного, сейчас тоже ситуация иная. Социальное жилье строится такое же хорошее, как и ранее строилось улучшенное жилье. Данное социальное жилье, оно обладает семьей, оно строится по нормативу. И все необходимые условия для комфортного проживания всегда учитываются. Хорошо. А что ответим? Вот последней, последней девушке, которая говорила по поводу того, что молодым семьям, вот что, до 35 лет? Жилье молодым семьям, жилье горожанам, это муниципальная программа. Как раз это молодые семьи, чей возраст не достигает 35 лет, они могут обратиться в управление жилищной политики. Если это работники бюджетной сферы, кредитная ставка будет составлять 7%. Ага, вот. Если это работники вне бюджетной сферы, кредитная ставка будет составлять 11% жилья. 11%. А бюджетная сфера должны оба и... Либо один. Один человек? Один. Один может быть предприниматель? Он является заявителем в данной программе. Ага, и 7% будет? Да, но более того, даже если у него второй человек является предпринимателем, необходимо также доказать свою необходимость в улучшении жилищных условий. Как это доказывать? Документами, если в документах, значит там справки 2 НДФЛ собираются, справки с Росреестра, с БТИ о наличии жилья в собственности, какая недвижимость значится на обоих супругах. Да, кстати, вот они же хотели как раз расширяться в эту программу. Если они будут признаны людьми, которые должны улучшить свои жилищные условия, и это им необходимо, то они попадают под эту программу. Ну, грубо говоря, надо прибедняться, чтобы получить программу. Но здесь есть тоже такой момент, если в течение 5 лет было ухудшение, намеренное ухудшение условий, жилищных условий, то им не будет предоставлено. Есть такие хитрецы, которые намеренно ухудшают? Да, прописывают в квартирах кого-либо еще из ближайших родственников. Ну, это все проверяется. Да. 511-99-66, телефон прямого эфира. Можете позвонить и задать вопрос, что касается вот жилищно-коммунальных вопросов, которые у вас есть в данный момент. Также пишите к нам в группу ВКонтакте 24ЖКС. Это наша группа. Теперь, что касается Министерства строительства и где это все почитать, потому что многие не доверяют и не верят. Вот у нас есть сайт Министерства строительства. Вот такая вкладочка, сейчас мы ее покажем. Главная страница официального сайта. Здесь мы вынесли на главную страницу баннер «Жилье для российской семьи». Нажимая, вы сразу переходите на все нормативно-правовые акты, которые есть по данной программе. Здесь перечислены все документы. Вы можете посмотреть о участках, на которых будет строиться, о категориях граждан, которые могут получить жилье. То есть в разных районах города это вообще будет? Это здесь, мы министерство, мы не смотрим только за городу Казанью. Да, то есть вообще? Здесь, да, будет также набережная Челны, Альметьевск. Это самые крупные города Республики Татарстан. И там везде эта программа работает? Да, в Республике Татарстан вот за три года планируется построить полтора миллиона квадратных метров жилья. Это все на три, на четыре самые крупные зоны. А вот есть какая-то статистика, сколько у нас семей подпадает под эту программу или нет такого? Пока не можем сказать по поводу жилье для российской семьи, но по программе социепотеки, реестр везет у нас в госжилфонд, в президенте, там на данный момент порядка шести тысяч человек стоят в очереди. Шесть тысяч человек? Да. То есть это шесть тысяч семей. Но если мы за три года построим полтора миллиона квадратных метров жилья, эта очередь, она быстро разойдется. Да, ну понятно, логичных вопросов много. Сейчас мы будем их ждать. 511-99-66, телефон прямого эфира. Пока я думаю, что мы продолжим с вами смотреть то, что мы снимали на улице и спрашивали людей, как они сейчас живут и как хотели бы они или не хотели бы улучшить свои жилищные условия и что они знают об этом. Давайте посмотрим. У молодых семей правило одна самая большая проблема это проблема с жильем. То есть я, конечно, понимаю, что предоставлять жилье, наверное, сейчас не получится сразу, но хотя бы там, я не знаю, какой-нибудь, чтобы государство этим как-то занималось, чтобы как, не знаю, была возможность, например, снять жилье подешевле. Среди моих знакомых, например, есть матери-одиночки, которые старались всяческим образом лучше свое материальное положение, но у них этого не получалось. В связи с чем? Ну, где-то большие очереди, где-то там они пытались через социапотеку, но при этом там необходимо именно в бюджетной сфере работать. Вот. Я бы, в общем и целом, сказала, что все-таки эта проблема очень сложная и трудная, вот, и что она еще пока не решена. Наши жилищные условия благодаря нам самим улучшились. Конечно, пока устраивает, но мы собираемся и семьей увеличиваться и расширяться в дальнейшем. А госпрограммы нам не помогают, ничем не нравится. К сожалению, они занимаются больше голословым каким-то заявлением, а фактически никакой материальной помощи фактически нет в этих кредитованиях так называемых ипотечных. Иногда даже процентная ставка выходит больше, чем обычный кредит. Желание, чтобы ипотека была не более 5%. Потому что был царский указ, царский указ, не помню, от 1905 года. Если свыше 5% этих, кто дает кредит, сажать долговую яму. Стабильности нет. То есть, если человек берет ипотеку, он рассчитывает, что в течение 10 лет он будет ее выплачивать. 10-5 там. Но дело в том, что производство или предприятие может обанкротиться и т.д. Разные форс-мажорные обстоятельства. И так что государство обязано даже помогать. Особенно молодым. Государство обязано. У нас вот это просто как штамп какой-то. Государство обязано и все. Ну, я понимаю действительно, что когда люди социально не обеспечены, то тут надо помогать. Вот что касается первой барышни, ее очереди. По поводу черезей. Они говорили также о дешевой аренде. Есть вид один жилья, арендное жилье. Оно сейчас в республике есть в Елабуге, в городе Альметьевск. В Елабуге живут жители, работники завода аммоний. Также строится в особоэкономической зоне Алабуга. Строится жилой комплекс, в котором они будут жить. А здесь стоимость 8 тысяч с половиной за однокомнатную квартиру. Сейчас подробнее, Гульнас, поговорим об этом. Пока у нас звонок 511-99-66. Алло, здравствуйте. Добрый день, меня зовут Ильяс. У меня вот вопрос такого характера. Мы с семьей стоим по социальной ипотеке в очереди. И у нас временная очередь пока стоит. Хотелось бы уточнить, когда из временной очереди уже на постоянную очередь будет приводить людей. Спасибо. Я понял, а что такое временная очередь вообще? Понятно. По мере построения жилья, вот у нас в этом году строится 185 многоквартирных домов. Введено уже 55. Мы потихонечку тех людей, которые стоят в очереди, мы их расселяем по этим квартирам. О чем мы и говорили. О том, что у нас полтора миллиона квадратных метров жилья будет построено. За три года. За три года, да. И все люди, стоящие в очереди, они будут расселены. Ну вот логичный вопрос. Сейчас он во временной, а потом что, есть какая-то временная очередь, есть какая-то постоянная? Оповестят, да. Ему позвонят и скажут, что вы перешли в постоянную очередь, и вы передвигаетесь, и можно будет следить за этим. То есть номер очереди тоже можно узнать, и там есть какие-то цифры. Он говорит о социепотеке? Да. Поэтому реестр ведет в госжилфонд. Он может туда обратиться, узнать, каким он стоит в очереди, и когда он попадет во временную, когда он попадет в постоянную. Он обязательно получит жилье. То есть нашему зрителю надо позвонить в гос... В госжилфонд. В госжилфонд. В госжилфонд. Все, понятно. 511-99-66. Вопросы связаны с квартирным вопросом. Да. Да, алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. И когда мне было 17 лет, я с мамой встала на социальную ипотеку. Точнее, мама на себя оформляла ее. Сейчас мне 26, я замужем, у меня есть ребенок. Я сама могу на социальную ипотеку? Я работаю в детском саду, бюджетник. Я могу встать на социальную ипотеку? А с мамой вот это у вас все уже получилось? Вы получили? С мамой получили. Получается, уже 8 лет как живем в этой квартире. Но еще не расплатились до конца. Ясно. Спасибо. Заявителем в первом случае была мама? Ну, конечно. Поэтому в данной ситуации, если девушка будет сама заявителем, она может получить, будет принять участие в социальной ипотеке. Пожалуйста. Вот простой ответ. И с мамой удалось, и так далее. Тем более, если 8 лет назад. А здесь разницы нет, когда это было. Так как у нее сейчас уже своя семья, она уже как от своей семьи будет подавать заявление. Она работник бюджетной сферы, она встает в очередь по социальной ипотеке. Понятно. Здесь ведь он сам тоже сказал, этот человек, о том, что они, их жилищные условия, благодаря им они не улучшились. Государство заботится о тех, кто нуждается в жилье. Они обеспечивают жильем детей-сирот, работников социальной сферы, бюджетной сферы, ветеранов Великой Отечественной войны. Если человек сам может купить, приобрести себе жилье, естественно, это как бы остается на его силах, в его силах. Здесь еще один момент отметил о проценте ставки. Да. Но он не имеет, не берет в расчет срок погашения, так как это 20 лет, 15 лет. Хорошо, по вот этой новой программе сколько? Ну, таким же образом. На 15 лет рассчитывается, на 10 лет рассчитывается. Все в зависимости от стартового капитала, который должен быть не менее 30%. Вот. 30% в обоих программах? В обеих? В обеих программах не менее 30%. И он также не говорит о том, что процентная ставка, она уже в последнее время, она стояла, она не увеличивалась. Для тех, кто встает на социальную ипотеку, она какая была, такая и осталась. И до 15 года государство ее держало. Слушаем еще. 511-99-66, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марат. И вот моя семья стоит в ипотеке, молодая семья. То есть как бы уже 2 года стоим, да? И мы каждый год обновляем документы. И получается, мы никакого договора не составляем. Это первый вопрос. И второй вопрос. Сейчас. То есть мы не знаем очереди своего. То есть когда, то есть уже многие люди еще с 7 года стоят. И еще, ну, такой термин, ну, мы должны предоставить или бесплату или как бы вклад свой, то есть на сумму 65% на стоимостью квартира. Вот вы считаете, это правильно, нет? Ну, как бы молодая семья, она никак не поддерживается в этот кредит. О какой сумме вы говорите? Еще такой вопрос. И почему это до 35 лет? Вот мы стоим уже 2 года, мне 3 года уже. То есть через 2 года я бы ползаю на все училие как бы. Понятно. А еще раз, простите, про 65% это что, к чему вы сказали? Ну, мы должны предоставить справку, когда документы обновляем каждый год, да? На сумму 65% от стоимости квартиры. То есть мы должны предоставить справку из банка или показывать то есть свой счет. А, о том, что они могут. Все, я понял. Понятно. Спасибо. Вопрос ясен. Первое, договор. Второе, возраст. И вот это 65%. 65% это о том, что они могут выплатить за тем, когда они получат квартиру с рассрочкой на 20 лет. Они смогут потом это выплатить, эту сумму. Так, понятно. И 65% это все понятно. По поводу договора. С вами он не заключается только потому, что сейчас, видимо, нет жилья, куда бы вы могли переселиться. То есть еще не построен этот дом. Да, не построен этот дом. Вас обязательно повестят о том, когда он будет построен, с вами заключит договор. По поводу возраста. Возраста. 32 года человеку. Два года стоит, и еще дом не построен. Логичный вопрос. Ну вот я опять же снова возвращаюсь к той программе, по которой у нас будет построено полтора миллиона квадратных метров жилья. Это достаточно большое количество жилья в республике будет введено. И у нас прям все уверены о том, что вся очередь, которая есть, 6 тысяч человек, они все получат жилье в течение трех лет. А что касается очереди, да, можете посмотреть на сайте, правильно? Он состоит, да, в жилье горожанам. Да, он может обратиться в управление жилищной политики. Там вы сможете все вопросы свои, все свои решить. Понятно. Так, и теперь еще, конечно, по поводу того видео, которое мы посмотрели, пожилой человек. Он тоже там недоволен, всем недоволен. Но это есть такая категория граждан. Да, но он по большей части, конечно, переживает за своих детей и внуков. И о том, что, да, никто не застрахован от банкротства, предприятия, если они бюджетники стоят, социепотеки, от увольнения. Но в этом случае государство также не оставляет за бортом людей. Вы также можете просто обратиться в органы исполнительной власти и с обозначением всей ситуации. Ну, друзья, любая подсказка – это здесь, Министерство строительства, жилье для российской семьи. Это вот на главной странице. Можете посмотреть «Жилье для российской семьи». И там все документы и все, что вам нужно. Это что касается подсказки от государства. Теперь, что касается нашей следующей программы. В следующей программе мы обязательно пригласим заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, Масалимыча Ахмедшина, которому вы сможете задать все свои вопросы. Поэтому мы так и делаем специально для вас, друзья. Когда мы начинаем тему, мы слышим от вас вопросы. И потом эти вопросы мы будем адресовать непосредственно человеку, который сможет точно и компетентно ответить на каждое из них. Более подробно. Да. Заходите к нам в группу 24 ЖКС. Это группа ВКонтакте. Телефон прямого эфира 511-99-66. Это все такие рычаги помощи, инструменты для того, чтобы с нами связаться. Очень ждем от вас вопросов. В следующей программе будем говорить на эту же самую тему. Это жилищно-коммунальные советы. Тимофей Вагнер, Гульнас Мениханова. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова